К октябрю дорожники республики полностью решат проблему серпантина на участке Керки-Кабанты-Виз. В этом году на строительство магистрали выделено 700 миллионов рублей. Это деньги региона и бюджетный заем федералов. С места события Максим Катаев. Участники автопробега Воркута-Сыктывкар из клуба «Подорожник» пресловутый серпантин преодолели с трудом. Здесь и танки боятся грязи. На этой трассе проваливаются даже большегрузы. Чего уж говорить о легковых машинах. К октябрю дорожники республики планируют построить новую магистраль. Данное направление, данный серпантин Нижний Одус, Малая Пера, на сегодня является самопроблемной точкой для того, чтобы жители северных регионов смогли перебираться в южную. То есть все-таки за серпантином находятся у нас два больших поселения. Это Ижма, Усильма. И соответственно эти люди получат в следующем году прямое движение до Сыктывкара, Ухты, Сосногорска. Трасса Керки-Кабан-ТВИС стала темой дипломных работ студентов Сыктывкарского лесного института. Некоторые даже прошли здесь практику. Магистраль, по словам дорожников, проблемная. На этом участке много торфяников. «На данном участке, 36,5 километров, мы прошли где-то порядка 250 тысяч кубов торфа. Мы выгонули и заменили соответственно к другому». Новая магистраль почти на 40 километров сократит расстояние до северных районов. Сейчас строители выполняют земляные работы, отсыпают щебень, возводят мост через реку Аюва. Цена переправы 62 миллиона рублей. Такие конструкции, говорят дорожники, дорогое удовольствие. «Мы с вами видим только сам мост, где стоят опоры и пролетные строения, ездят машины. Но мы не видим все, что там заложено у нас. Там есть опоры серьезные, инженерные были проведены изыскания. Мы забили шпунт, убрали грунт, забили сваи. То есть это очень большой и серьезный процесс». Чтобы работа шла быстрее, дорожники купили мобильный асфальтовый завод. Он расположен в карьере, вблизи от трассы. Производительность машины – 120 тонн в час. «Мы его обкатываем в одну смену, потом здесь будем в две смены, потому что здесь тот объем, который 90 тысяч тонн. Вот считайте, 90 тысяч тонн. Его нужно уложить июль, август, сентябрь». Завод обошелся предприятию в 145 миллионов рублей. Его взяли в лизинг в Британии. Английские машины дешевле других аналогов. Налаживая технику, приехал инженер с Туманного Альбиона. Мэтью Вудпак в России впервые. Приятные впечатления не испортили даже комары, которые, по словам англичанина, на севере чересчур здоровые. «Люди хорошие, погода хорошая. Я был в других странах, в Канаде, например. Там в лесах тоже много комаров». Пока дорога закрыта, чтобы транспорт не разбивал щебень. Шлагбаум поднимут в октябре. Осенью здесь начнется движение. Окончательно же этот участок сдадут в 2013-м. В далекой перспективе дорожники республики намерены выйти за полярный круг и проложить трассу до Наринмара. Тогда магистраль автоматически станет федеральной. Это значительно сократит нагрузку на бюджет региона. К тому же на содержание одного километра полотна Россия ежегодно тратит полмиллиона рублей. Республика может позволить себе в пять раз меньше. Максим Катаев, Василий Янин, телеканал «Юрган», Сосногорский район.